Диагностику газовых сетей в домах Хабаровска практически не проводят. К таким выводам пришла прокуратура. Единицы жилищных организаций заключают договоры на техническое обследование общедомового газового оборудования. А нет договора, нет и гарантии безопасности жильцов. В теме разбиралась Ксения Брониславская. Жильцы этой хрущевки на Амурском бульваре в Хабаровске даже не подозревали, что живут в опасности. Об утечке газа не знала и управляющая компания. До тех пор, пока не провела диагностику общедомового оборудования. Оказалось, что трубы на стыке пропускали газ. В ту же секунду отключили весь дом. На устранение дефектов пришлось выделить более 200 тысяч рублей. Это уже последствия диагностики. То бишь, когда проходила диагностика, определили, что вот эти резьбовые соединения, вот видите резьбочки вот эти, по всему дому они неисправны, они текут, они не держат газ. Вот, что чревато, естественно, последствиями. Впрочем, эта управляющая компания исключение из правил. Масштабные проверки газового оборудования в многоквартирных домах начались после серии взрывов бытового газа по стране. Проверки в Хабаровске еще не завершились, но уже сейчас понятно, что практически во всех старых домах не то чтобы не проводили. Управляющие компании даже не заключали договор на такую диагностику. При этом закон был принят еще в 2013 году. Техническая диагностика газового оборудования необходима для того, чтобы определить состояние газового оборудования, его техническое состояние. Также определить срок его эксплуатации и определение каких-либо неисправностей. То есть обслуживание самого газового оборудования не может определить такие критерии. Коммунальщики не отрицают, что правила нужные. Дома стареют, оборудование не меняется. Но, например, специалисты, управляющие компанией дома на Амурском бульваре, говорят, что найти специализированную организацию в Хабаровске удалось с трудом. В принципе, на Дальнем Востоке таких организаций, которые проводили бы диагностику, их не было на момент выхода закона в свет. И, в общем-то, только в 2017 году у нас появилась такая возможность заключить договор. Для тех, кто договор на диагностику не заключил, предусмотрены штрафы. Но прокуроры говорят, что не спешат их выписывать. Главное – вовремя провести диагностику газовых сетей в подъездах.